Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи посредством Зума из Сараева, так я понимаю, да, из Боснии. Александр Антонов, экономист и эксперт в области государственного правления. Добрый день. Добрый день. Доброе утро еще здесь, да. Здесь, конечно, интересный был подход, более-менее такой шведский, но неформальный. Фактически правительство выбрало считать, что ковида не существует. И таким образом Босния на втором месте по смертности от ковида на континенте. То есть такой своеобразный антирикорд. В то же время, конечно, с экономической точки зрения отсутствие запретов почти на любую деятельность так сильно не ударило по экономическому развитию. Торможение было, но, конечно, не, скажем, на нашем уровне. Да, ну вот возвращаясь, может быть, к Латвии, я так понимаю, что вы сейчас следите по-прежнему, несмотря на то, что консультируете сейчас Боснию, вы следите за ситуацией в Латвии. Мы знаем, что правительство, наконец, решило ослабить те или иные ограничения поэтапно, там, с 1 марта. И все время вот так вот рефреном звучало, что, вы знаете, ну, может быть, мы бы и хотели продолжать вот все эти ограничения. Ну, денег нет. Ну, деньги закончились, и министр финансов даже заявил, что, ну, вот балл и ты и бегу съест. Ну, то и все. Балл закончился, да, теперь уже принесли счет, пора платить. И действительно, мы знаем, что резко возросли кредитные обязательства в Латвии, обслуживание кредита, естественно, будет дорогие. Вот, говоря об этой тактике, на ваш взгляд, как бы вы оценили деятельность правительства, и что будет вот так называемый пост-ковид, вот экономический, естественно, не медицинский, а экономический? Как вам это видится? Да, ну, с такой немножко исторической перспективой, скажем, с перспективы двух лет, я помню, когда было ощущение, что Европа закрывается, и я из Скопьи, из Македонии, летел домой на, там, условно, предпоследнем рейсе, и прилетел в пятницу, и в субботу закрыли границы, да, ну, просто перестали летать самолет по континенту. Напомню, что это произошло, когда у нас было 14, 1-4 заболевших ковидом, да, сейчас у нас последние, мне кажется, данные 11 тысяч, 9 тысяч в день заболевших, и мы как-то уже свыклись со всем этим и считаем, что, ну, ладно, пора заканчивать ограничение. То есть за эти два года мы прошли, ну, в своем сознании, огромный какой-то путь от того, что мы паникуем от 14 случаев заражения до того, что мы уже фоном пропускаем мимо ушей сообщения о 9, 10 и 11 тысяч зараженных людей. Это, конечно, показывает, ну, скажем, насколько сдвинулась рамка, да, нашего нормального понимания. То есть тут судить действия нашего правительства и многих других стран с сегодняшних позиций, глядя на два года назад, это, конечно, очень удачная стратегия, но, может быть, не очень честная. Но в то же время, сравнивая действия нашего правительства и каких-то сравнимых стран, более-менее соседних стран Евросоюза, мы видим, что многие эти ограничения сняли раньше нас. И, ну, скажем, Германию, Данию, ту же самую пресловутую Швецию, трудно подозревать, что у них кончились деньги на этот пресловутый балл, да, на это сидение по домам, да. То есть тут все-таки довольно очевидно, что какие-то государства выбрали более либеральную политику в отношении ограничений, ну и, соответственно, конечно же, видели более удачное течение экономического развития, да. По поводу госзаймов нужно понимать, что в момент, когда мы брали эти деньги, ну, во-первых, у Евросоюза, что всегда, конечно, какой-то субсидированный займ, ну и даже когда мы брали деньги на рынке, мы занимали более-менее под нулевой процент, да, ну, то есть однозначно уж точно ниже инфляции, да. То есть это, ну, условно говоря, занял рубль, отдал 95 копеек через два года. То есть это было, ну, ну, можно даже сказать, в какой-то мере логичным решением. Вопрос только, куда эти деньги были, ну, вложены или потрачены. В данном случае, скорее, конечно, потрачены, деньги были розданы в зарплаты, в субсидии, в поддержку тех, кто, ну, не мог работать, да. Ну, и, конечно, деньги были розданы в пособия по безработице, в том числе и тем, кто не мог работать, потому что не привился, да. И тут нужно понимать, что, ну, эти траты, это не вложения, это потраченные деньги, которые ушли, и, ну, какая-то маленькая часть из них вернулась с налогами, как НДС и так далее, но большая часть из них ушла просто, чтобы людям было что кушать, за что, на что платить за квартиры и так далее, да. То есть это, конечно, нельзя рассматривать как вложение. Если бы те же самые деньги мы взяли в долг и вложили в развитие экономики, а отдача была бы совершенно другая. И, с другой стороны, мы находимся в интересной части экономического цикла. Сейчас все было сдавлено, все было сжато, ну, до минимума. И теперь, открыв экономику, разрешив всем отраслям работать, ну, там, туризму... Азартным играм и так далее, да. ...гостиницам, ресторанам и так далее, и так далее, всему этому, да, безусловно, эта пружина разожмется. То есть мы увидим рост. Взрывной, невзрывной, это уже такие, как бы, литературные сравнения, да, но мы однозначно увидим рост. И тот рост, что нам прогнозирует Европейский центральный банк, все три процента, мне кажется, очень, очень таким консервативным прогнозом. Мне кажется, что люди, ну, ладно, привыкли к тому, что ковид на фоне есть, и уже договорились его игнорировать более-менее. И люди истосковались по общению, люди истосковались по возможности проводить время вместе. Ну, и, соответственно, вот эта индустрия развлечений, конечно, мне кажется, сейчас наберет обороты. То есть я думаю, что мы увидим этот рост. Ну, четыре процента, мне кажется, консервативный. То есть я думаю, что мы говорим, возможно, о пяти и дальше. Просто чисто механически пружина разжимается, и мы как-то подскакиваем. Хорошо. В то же время это же не означает, что наша экономика выросла, наша производительность выросла. Просто люди, которые не тратили деньги эти вот два года или там последние полгода, внезапно выйдут и потратят те деньги, которые у них стоят сейчас на счетах. Я такой вопрос хотел все-таки вам задать по поводу консервативной и неконсервативной. Может быть, Европейский Центральный Банк, об этом публично не говоря, все-таки прогнозировал нам вот такой достаточно скромный рост по двум причинам. Или даже, во-первых, потому что действительно то, о чем мы говорим, это в основном внутреннее потребление. Но все-таки, да, это вот внутреннее потребление. Это, во-первых. Во-вторых, мы не знаем, чем дальше все закончится. Я имею в виду все эти глобальные изменения, потому что, если предположить самый худший вариант, что будут введены какие-то жесткие санкции в отношении России, я не знаю, превентивно. Есть разные версии на сей счет. За то, что признает ЛНР и ДНР, если признает, или за то, что будет какое-то военное противостояние, дай бог. Но, тем не менее, могут быть введены какие-то жесткие санкции, чуть ли не для отключения СВИФТа. Ну, понятно, что Россия примет какие-то свои жесткие санкции. Но ведь понятно, что Латвия, наверное, пострадает очень сильно от всего этого процесса. Во-первых, ну да, вполне, я думаю, нужно реально ожидать уже санкций, и европейских, и американских санкций против России, и ответных санкций. И мы, как страна с общей границей, и все-таки с какой-то экономической связью с Россией, тоже пострадаем. С другой стороны, конечно, нужно понимать, что последний уже, ну сколько, ну начнем, наверное, с Крыма считать, да, последний, предположим, 7 лет, наша открытость и наше сотрудничество с Россией постепенно все уменьшается и уменьшается. То есть, конечно, если бы те санкции, которые мы предвидим, были включены, скажем, 5-7 лет назад, ну, какие-то отрасли просто упали бы на колени, больше ничего. Да, и банковская отрасль была гораздо более открыта на восток, и, безусловно, логистика, транспорт, что угодно, да, то есть, ну, какие-то большие торговые предприятия. Сейчас, конечно, мы связаны с Россией гораздо меньше, чем были. В том числе, нужно сказать, что даже и та связь, которая есть, ну, наши предприниматели научились работать через Беларусь, через Казахстан, ну и так далее. То есть, люди все-таки жили на фоне санкций уже столько лет, что, ну, научились искать какие-то обходные пути. Не обязательно нужно называть их серыми схемами, но просто, условно говоря, имея еще одного посредника. В третьей стране этот бизнес можно было организовать. То есть, тут тот удар, который предвидится, наверное, будет меньше, чем он мог бы быть, если бы все эти санкции возникли, ну, скажем, из неоткуда внезапно, да. Значения они иметь будут, но не такое большое, как, предположим, семь лет. Да. Вот я тогда такой хотел задать вопрос. Вы в свое время были госсекретарем, секретарем Министерства среды и регионального развития. Это министерство сейчас будет отвечать в том числе за так называемый зеленый курс, да, и с одной стороны, вроде бы, это все правильно и звучит красиво, но всегда такой возникает вопрос, для нас ли все это, по карману ли нам это, да, какие-то будут европейские деньги, но когда мы слышим, все пересаживаемся на электромобиле, ну, мы все видим, знаем, какие цены на электромобиле, да, тот автомобиль, на котором, наверное, можно ехать с семьей, ну, наверное, около новой, около 50 тысяч стоит, да, плюс-минус, да, и нам говорят, ну, да, да, ну, вы знаете, ну, 4,5 тысячи мы вам на определенных условиях дадим, это просто смешно, да, и нам говорят, что вот там зеленый курс, потом солнечные батареи, тоже, наверное, красиво звучит, и я только двумя руками за, но мы знаем особенности латвийского климата, но все-таки мы не Флорида, не Майами, не Монако, ну, не Калифорния, вот как вам все это видится, насколько вообще это реально, это зеленый курс, потянем ли мы его чисто финансово, или это такая, как бы, вот фикция по распределению еврофондов, кому надо? Да, тут я думаю, ну, во-первых, да, давайте начнем с фактов, по которым мы однозначно договоримся. Электроавтомобиль стоит, ну, так, в среднем просто в два раза дороже, чем автомобиль с двигателем, ну, в него гарантия, да, то есть если на семью мы смотрим машину от 30 тысяч с дизелем, то мы смотрим на такую же машину от 55-60 с электродвигателем, а то и даже если, ну, скажем, смотрим на семейный большой автомобиль, ну, просто нет такого аналога с двигателем, да, то есть, ну, тут вообще бывает даже и не о чем говорить, да, то есть электроавтомобиль, ну, это такая интересная, очень видимая, очень хорошо продаваемая, показываемая часть, да, все это просто дело. Тут, ну, я думаю, что должно пройти еще какое-то время, должны технологии развиться и выйти в массы, чтобы действительно средний житель мог себе позволить. Нужно понимать, что у нас, в принципе, автопарк на 70% автомобилей был, то есть человек, тот автомобиль, в котором человек сегодня не ездит, он его не купил новый, да, то есть, ну, купить электроавтомобиль старым, ну, вообще почти что невозможно, сколько их было произведено, да, но и, понимая технологию батареи, старый электроавтомобиль, но это электроавтомобиль, которым можно поехать, ну, в Риме, съездить туда-обратно, батарея потянет. Да, а если батарея накроется, я извиняюсь, то плати вторую стоимость автомобиля, да? Да, то есть, да, ну, примерно половина, примерно половина автомобиля сегодня стоит эту батарею. Да, да, то есть, если мы говорим об износе батареи, там, в течение семи лет, да, ну, там, семи-десяти, как там повезет, как ты дисциплинированно будешь заряжать и так далее, где хранить, миллион вопросов по физике, и в этом я, безусловно, усилен, то есть, ну, электроавтомобиль меняется или, да, 50% меняется раз, там, в 5-7-10 лет. Двигатель, автомобиль с двигателем долгое возгорание, ну, у каждого из нас есть знакомый, который, условно говоря, не знаю, на Нивах или, там, на старых... Уже 20 лет ездит и ничего, да? Да, 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 то есть, и, то есть, машина, машина, не знаю, старше моих детей и до сих пор все отлично, да? Друзья лежат под машиной раз в месяц все выходные, и потом она снова отлично ездит, да? То есть, конечно, вот эта вот ремонтируемость, и тут мы затракиваем новую политику Евросоюза, да, именно движение на ремонтируемость и автомобилей, и любой техники, ну, чтобы, по сути, мы свой телефон не выкидывали через год и покупали новый, а могли его отремонтировать. Тут немножко складывается, как бы, это движение, но все равно электроавтомобиль, мне кажется, недостаточно, не на достаточном уровне сейчас, чтобы мы могли говорить о том, чтобы масса в них пересядет и по технике, и по долговечности, и, конечно, по себестоимости. Я думаю, совершенно достаточно другой разговор про солнечные панели. Расхожее традиционное мнение для того, чтобы солнечные батареи работали эффективно, нужно солнце, как в Майя, условно, как в Израиле. Не обязательно, достаточно свет. Да, у нас короче световой день, чем в Майами, чем в Тель-Авине. Хорошо, да. Но тот световой день, который у нас есть, батареи все равно производят электричество. То есть, если вокруг вашего частного дома нет многоэтажек, или он не стоит в глубине леса, солнечные панели все еще могут быть эффективным решением. Безусловно, разговор про то, что там у меня крыша со скатом на запад и на восток, соответственно, я проиграл и так далее. Ну, миллион деталей. Но солнечные панели уже, как технология, мне кажется, достаточно разными. Опять же, нужно понимать, что состав счетов, который выдает садол и стеклы, такой, что фактически субсидирует производство электричества на солнечных панелях. Человек, который разместил у себя на доме, на участке солнечной панели, он не платит за тариф передачи электричества. То есть, фактически передает все эти обратно бесплатно. Это прямым способом субсидирования солнечных панелей через садол и стеклы от всех нас. Мы все платим за... Мы все платим садол и стеклы, и человек, у которого стоит солнечная батарея, не платит. То есть, солнечные панели, в принципе, это более-менее реальные технологии. С другой стороны, на моем доме солнечные панели все еще не стоят по разным геофизическим причинам. Ну, скажем так, тень расположения крыши. Ну, нужно понимать, что зеленые курсы — это не только электромобили и солнечные батареи. Это в том числе и переход на другие энергоносители. Рига, вот мы все заметили, попыталась дать сигнал отказаться от газовых котлов. Мое бывшее министерство отменило это решение Рижской Думы. Да. Ну, просто потому что оно, ну, реально говоря, непродумано. Так и многое, что сегодня делается в столице, если честно. Да, да, да. Ну, есть такое ощущение, что коллеги, руководство Рижской Думы, ну, с таким пионерским азартом, как бы, бегут вперед, пытаясь, как бы, опередить тренды, чтобы показать всем, какие они модные, инновативные. Ну, тут, ну, довольно очевидно, что это предложение было непродуманное, потому что, ну, а на что же мы будем переходить, да, все на гранулы. Ну, так я тогда в отпуск никогда в жизни не поеду больше, да. Или, скажем, ну, вот я сейчас в Боснии, и моя супруга занималась бы, ну, логистикой с этими мешками, с гранулами. Это, конечно, немножко такой теоретический подход, да. Потом нужно понимать, нашу зависимость от импортного газа создают, конечно, не частные дома, которые топятся газом, да, а создают все-таки большие предприятия. Ну, будем говорить о теплоэлектроцентрали, будем говорить о больших производственных предприятиях, которые работают на газе, да. То есть тут, тут, скорее, нужно начинать именно с этой части нашей энергетической политики, чем с частного сектора, да. Ну, условно говоря, поменять один огромный котел на предприятии, это, конечно, сильно дороже, чем поменять 100 котлов в частном секторе. Но этот результат можно достичь гораздо быстрее и проще, да. И уж совершенно точно поменять какие-то старые котлы на новые – однозначно хорошая идея, даже игнорируя зеленый курс. Просто потому что экономически это будет, да, сегодня мы вложили деньги в новый котел, а потом в следующие, там, условно, 10-15 лет мы топимся сильно эффективно. И, ну, вот тут мы приходим к той части зеленого курса, которую, ну, мне кажется, нужно как раз и рассматривать более внимательно и на ней концентрироваться. Это то, что не только хорошо для экологии, но и экономически выгодно. То есть тут мы говорим о замене старых котлов, о замене старых производственных мощностей на более энергоэффективные. И, ну, о том, о чем мы говорим последние 15 лет и до сих пор пока без особых успехов – это про энергоэффективность зданий. Предприятия, особенно, ну, скажем, более модернизированные предприятия, все-таки поняли, что, да, нужно в энергоэффективность вкладываться, не только в производственных мощностей, но и зданий. Жителям пока нам не удается донести эту мысль, что, да, действительно стоит вложиться сейчас, чтобы потом сильно-сильно-сильно экономить на отоплении. Скажем, на Балканах интересная ситуация в том, что у них есть и очень ярко выраженная зима, короче, чем наша, но действительно с низкими температурами. Но у них есть и такое настоящее южное лето, когда, ну, там, скажем, ночью бывает 25-30, когда, ну, без кондиционера спать невозможно. И, ну, скажем, для таких стран нужно понимать, что ты экономишь и зимой, когда у тебя на улице холодно, а дома все еще комнатная температура, и летом, когда на улице дикая жара, а у тебя дома все еще, ну, более-менее комфортная температура. То есть теплоизоляция может работать в обе стороны. Для нас, конечно, теплоизоляция от жары, ну, не очень. Но в любом случае энергоэффективность Дании это все еще актуальный вопрос и тот вопрос, на который, опять же, зеленый курс совершенно не скупится дать денег. И тут вопрос только, насколько эффективно наши Минэкономики с Министерством экологии вместе сыграют, чтобы дать, ну, наиболее приемлемые условия. Что такое наиболее приемлемые условия? Ну, прямым текстом. Это стопроцентная субсидия. То есть просто все, что многоквартирный дом потратил на энергоэффективность, на перестройку дома, полностью все Европу возвращает. Миллион вопросов о том, что нужно как-то мотивировать жителей, чтобы они были заинтересованы. Давайте попросим с них 5%, 10%, ла-ла-ла. Но, как мы видим, все вот эти высокие экономические концепции не сработают. То есть мне кажется, нужно просто прийти и сказать, если вы только не совсем-совсем против, мы, начиная с понедельника, утеплим ваш дом. Давайте говорить только о том, кто прямо вот очень не хочет, чтобы его дом был красивый и теплый, хочет, чтобы его дом до сих пор был старый, вот с этими щелями замазанными, с черной смолой, и чтобы вам было холодно. Ну, как бы, если прийти к жителям с таким предложением, ну, трудно предположить, что кто-то до сих пор будет стоять в позе. Мы все эти годы находились в ситуации, что мы приходили, требовали софинансирования, все должны были вложиться, был риск того, что проект по каким-то там техническим потом параметрам или там бумажки какие-то потеряются, и потом Европа не заплатит компенсацию, и тогда мы все жильцы этого дома, ну, в общем, по гроб жизни должны теперь выплачивать кредит на эту энергоэффективность. То есть все вот эти вот, вся эта вот механика, которая была наслоена на это предложение, она убивала это предложение, было очень сложно разговаривать с жителями, даже с теми, кто, в принципе, понимает, что да, потом счет будет меньше, вот мы видим, соседи утеплились, у них счета меньше. Нужно просто снять все эти проблемы, нужно просто прийти и сказать, вот, 100% мы все финансируем, вот наш строитель, вот наш проектировщик. Теперь давайте вот из вас выйдет только тот, кто прямо вот очень-очень не хочет жить в хорошем, красивом городе. Ну, протестующих от такого предложения, я думаю, будет гораздо меньше, чем от того, что вот сейчас такой какой-то непонятный микс предлагают. И, опять же, если умно подойти, я думаю, что здесь есть потенциал. И потенциал не только того, что люди будут жить в лучших домах, более красивых, более теплых, и так далее, но и потенциал для развития экономики, ну, как бы, эффект второго уровня – это занятость, рабочие руки для этого реального строительства, для этой энергоэффективности. И очень большая часть материалов тоже произведены здесь же у нас. То есть очень большая часть из этих денег, которые придут сюда таким образом, осядет именно в Латвии, не уйдет куда-то за границу, ну, как в случае, например, с солнечными батареями, это в основном Китай в наше время, или с новыми производственными мощностями, ну, там, условная, там, новая производственная серия, да, ну, когда это Германия, или, там, Корея, тот же Китай и так далее, да, то есть, ну, здесь, если мы говорим про энергоэффективность, то это все деньги, которые, там, 95-99% остаются у нас. То есть за это, я думаю, нам нужно всем очень серьезно взяться. Перед тем, как мы перейдем в завершающей стадии к такому политическому вопросу, такую интригу сделаем, я все-таки в завершении экономической части хотел вас спросить, я понимаю, что этот вопрос, может быть, так уже набило оскомину, очень часто его задают экономистам, экспертам, когда нам, когда говорят жители, ну, хорошо, да, ну, вроде бы по статистике, там, какой-то рост заработной платы есть в определенных секторах, знаете, как средняя температура по больнице, но, когда говорят, почему мы не как Германия, как не Швеция, как не Дания, основной аргумент у нас низкая производительность труда, и это звучит как приговор. Вообще, как-то мы можем эту, сдвинуться с мертвой точки, эту производительность труда, не знаю, повысить, от чего это зависит, потому что, когда спросишь среднестатистического латвийца, он скажет, какая низкая производительность, я пошу как лошадь с утра до вечера за эти копейки, условно говоря, да, я утрирую, но общий смысл такой, да. Ну, смотрите, производительность труда, ну, да, этому среднему латвийцу я, к сожалению, нужно сказать, производительность как раз и есть соотношение между тем, что ты произвел, и тем, сколько времени ты на это потратил, да, ну, или ценностью того, что ты произвел, и твоей заработной платы, да, то есть, конечно, если ты пахал как лошадь, но при этом бестолково, то, соответственно, ты, может быть, и устал, но произвел непонятно что, да, то есть, производительность как раз это, ну, это какая-то рация, да, то есть, тут разговор со стороны рынка труда, людей, работников, разговор об их квалификации, да, об их готовности учиться, мне кажется, в последнее время успех программы повышения квалификации показал, что люди заинтересованы в повышении квалификации, в получении нового образования, нужно понимать, что вот это вот несовпадение квалификаций и требований рынка труда, о котором мы говорили там еще в середине 90-х, да, очень многие работают не по профессии, не соответствуя тому, чему они там научились в 80-е и 90-е в своих техникумах, университетах, они работают, ну, там, где нашли работу, да, то есть, здесь была очень прямая поддержка, получить квалификацию, в том числе, получить сертификат, именно по тому, что тебя действительно сейчас интересует, ты знаешь, что тебе нужно, потому что ты сейчас уже работаешь. Это, я думаю, очень был большой шаг в правильном направлении, его нужно продолжать, и, если я правильно понимаю, то эта программа будет продолжена в следующем периоде, ну, то есть в будущих годах, до сих пор такие же возможности будут. Разговор во многом, в том числе и о молодежи, о том, насколько они, скажем, готовы вообще к требованиям рынка труда. Учили ли они эту пресловутую физику, химию, математику, да, в школе? Готовы ли они сейчас все пойти учиться не на маркетолога, экономиста, юриста, психолога и так далее, ну, вот все эти пресловутые, популярные профессии начала 2000-х, да, или они готовы пойти учиться на инженера, проектировщика, архитектора и так далее, и так далее, да. То есть тут очень большая часть закладывается уже, ну, прямо вот в начальном и среднем образовании, да, то есть, ну, а что ты вообще, на что ты способен вообще после того, как ты закончил школу и готов идти либо в техникум университет, либо идти на работу, да. То есть у части людей просто, ну, уже нет этой основы, на ней, без нее, конечно, очень сложно, очень сложно строить. Следующий вопрос, ну, вторая часть этого уравнения, это, конечно, технологии, которые доступны нашим предпринимателям, да. И тут мы находимся в этом разговоре, ну, что тоже первое, да, яйцо или курица. Это предприниматель, не вкладывая деньги, потому что он не может найти квалифицированных работников, а работники, ну, или молодежь не идут учиться в соответствующей отрасли, потому что так там же нет работы, да. Ну, и тут вот это вот, вместо того, чтобы спорить о том, что первое, курица или яйцо, я, конечно, предложил бы просто действовать в обоих направлениях одновременно, да, и привлекать инвесторов, обещая им, ну, более-менее любую поддержку, да, то есть мы вам и предложим производственное здание, мы вам и предложим поддержку для обучения, образования ваших будущих работников, мы вам и предложим налоговые льготы, но только придите к нам со своими новыми технологиями. И, с другой стороны, очень активно идти к молодежи и идти к людям, которые, ну, еще готовы на переквалификацию, да, и рассказывать им о том, что вот в этих профессиях, в этих специализациях есть возможность зарабатывать хорошие деньги, в этих отраслях мы видим потенциал в ближайшие годы, придут инвесторы, будут платить вам хорошие деньги. Да. Эти две стороны нужно как-то за волосы притянуть вместе, и если каждая из сторон будет сдать другую, ничего вообще не будет. Ну, и в этом, конечно, и есть роль государства, да, пытаться эти две части уравнения как-то стянуть к тому, что бывает. Да, вот тогда в завершении вот эта новость, я так понимаю, застала вас, ну, не врасплох, но застала вас Сараева. На этой неделе появилось действительно сообщение о том, что часть, ну, по существу, костяк вот этой партии «Республика», включая или в первую очередь Вячеслава Домбровского, покинула ряды вот этой партии под названием «Республика», появилось соответствующее сообщение, поскольку я знаю, что вы тоже, оказаясь в той части, которая стала ли беспартийными, если так можно сказать, тоже покинули ряды «Республики», что дальше будет происходить, да, вот на ваш взгляд, каким вы видите вот политическое будущее той группы, которая покинула ряды «Республики» после вот таких серьезных конфликтов и разногласий, и так мягко говоря, вот если можно в завершении. Да, спасибо. Не планировали говорить об этом, потому что разговор был про экономику, но да, горячие новости сами создают содержание разговора. Во-первых, ну, нужно признать, что мы оказались худшими махинаторами, чем наши бывшие коллеги из КПВЛВ. У них уже был опыт раскола партии, созыва правлений и двух или трех разных синхронно созыва общих собраний КОПСО. И они, ну, как бы им удалось лучше смахинировать в момент, когда возник этот конфликт. Конфликт возник, конечно, о том, что, ну, фактически вместо Сандеса и Диргена сейчас судят начальницу отдела информационных технологий за то, что он не отдал свой мобильный телефон, уходя с постами, не спрашивая, вот у них дел. Казалось бы, разговор, ну, там, тысячу евро, да? Отдай телефон или, там, компенсируй деньгами и забудем обо всем этом. Но Сандес сначала рассказывал, что телефон у него упал, когда он ехал на мотоцикле и сломался в дребезги. Потом сказал, что он чуть-чуть сломался, просто выпал из кармана. Потом он сказал, что нет, он его не отдал, потому что там гостайна на телефоне. Ну, какая-то гостайна на мобильном телефоне. Ну, в общем, нам показалось, что это очень, как бы, нечестный подход к вопросу. И более того, мы не предлагали ему покинуть партию, мы предлагали ему приостановить работу в правлении, чтобы он разобрался с этим вопросом. И если все закончится, действительно благоприятно вернуть. Но, кроме этого, конечно, разногласия были и до этого. Разногласия были в основном о том, что Сандес и его коллеги пошли вот в такое, скажем, популяристическое направление. Ну, скажем, более-менее конкурировать за голоса с господами Гобзом и Шлессером. Мы не видим себя в этом амплуа, мы не цирк, мы и по темпераменту не цирк, и по образованию мы не цирк, мы не готовы вот участвовать в этих там... То есть вы больше, в принципе, такие центристы прагматики, да? Ну, так я представляю, да, возможно? Да, нам очень сложно представить себя вот на этих цирковых выставлениях. Нам кажется, что, кроме того, что эти люди апеллируют к протестным настроениям, ну, скажем, условно говоря, все плохо, вот эта вот команда, да, то есть все плохо, позовите нас, все будет сладко, отлично. Но когда мы задаем вопрос, ну, а что же мы будем делать, там предложения нет. Нам кажется, что мы договорились, организуя уже сначала общественную организацию Республика 2030, и потом уже основав партию Республика, мы договорились, что мы придем с конкретным предложением. То есть у нас будут конкретные и практические предложения, что делать. И тогда уже, рассматривая эти предложения, избиратель может решить, ну, хорошая идея или плохая идея, и голосовать за нас или против. А просто кричать о том, что все плохо, и теперешнее правительство все неправы, не предлагая ничего взамен, это не наша работа, это не наш случай. Нам кажется, что стоит разговаривать по сути. Таким образом, ну, не открывая все карты, но таким образом, немного отвечая на ваш вопрос, где мы видим свое будущее, ну, мы видим свое будущее в центристской политике. Мы видим свое будущее в сотрудничестве с, ну, более-менее конструктивными политическими силами. Ну, я так понимаю, что это еще будет... И Шлессерс, и Гобземс, ну, на наш взгляд, конечно, не те политические силы, с которыми имеет смысл сотрудничать. Ну, вы будете сотрудничать еще до выборов, да? Потому что, я так понимаю, что никакую новую партию вы сейчас создать просто не успеете. В соответствии с законом за год нужно создавать, да? Да, да, да. Партия должна существовать за год до выборов, и у партии должно быть, по крайней мере, 500 членов партии, для того, чтобы иметь право идти на выборы самостоятельно. Сейчас, ну, хорошо, он, как говорят у нас в Одессе, из-под нас украли партию, да? То есть партию, которую мы основали, из-под нас как бы очень технично вытащили. Таким образом, партии, да, у нас нет, с которой мы могли бы сами независимо идти на выборы. Но, хорошая, плохая, но, не знаю, какая. Но и у господ Гиргенов тоже партии нет, потому что у партии нет 500 членов на начало года. Таким образом, и они тоже могут идти на выборы независимо от нас. Ну, и это означает, что мы будем искать возможности сотрудничества с существующими партиями, к которым мы можем присоединиться к своей общественной организации. Это может быть и правящие политические силы? Я понимаю, что вы не хотите названия сейчас вызывать. Да, очень сложно исключить на данный момент какую-то, кроме трех вышеназванных, да. Ну, скажем, совершенно точно Гирген, Эшлэсэмс и Гобзэмс – это не наша аудитория, но мы не исключаем возможности сотрудничества с другими. Ну, сами понимаете, когда из-под вас выдернули партию буквально на этой неделе, готовы решения, с кем идти дальше у нас пока не нужно. – Ясно. Ну что ж, подождем. В любом случае очевидно, что конкуренция на выборах в октябре будет как никогда очень большая. Ясно, наверное, что и пандемия, даже если ее не будет, будем надеяться, что ее не будет, осенью все равно определенный отпечаток на избирателей отложат. И за восемь месяцев, я думаю, что избиратели еще не забудут все, что было за эти два года. Ну, посмотрим, как это все будет происходить. Александр Антонов у нас был на прямой связи из Боснии. Спасибо большое. Ну и ждем вас на родине. Спасибо. Вы слушаете Радио Болтков.